Новость о том, что в Караганде по решению суда собираются снести жилой комплекс Аль-Фараби, в который уже успели заселиться люди, взбудоражило информационное пространство. В социальных сетях, в эфирах телеканалов ошарашенные новоселы грозились то устроить голодовку, то перекрыть дорогу, то лечь под трактор. Тут же оправдывался директор строительной компании и комментировали ситуацию представителей исполнительной власти. Мы с командой побывали на месте, где построили 10-этажный ЖК и поговорили с жильцами. Салем до стар, я Тимиргали Ахат, это проект Прямо Покунаева. О том, что строящийся ЖК Аль-Фараби был признан судом вне закона, стало известно еще весной 2023-го. Примечательно, что застройщик, как и будущие жильцы приостановленных домов, на информационную шумиху отреагировал так, словно ничего страшного в этом нет. Невзирая на судебный запрет, компания ТК Билдинг продолжал строить незаконный дом. А карагандинцы, купившие квартиры, кто в долевом участии, кто в ипотеку, а кто кэшем, беззаботно делали ремонт и готовились к новоселью. Почему-то все были уверены, что дом достроят и легализуют. Именно поэтому вынесенное 8 января решение Межрайонного экономического суда по Карагандинской области о сносе ЖК Альфа-Раби прогремело для них, словно гром среди ясного неба. 8 января нам сказали, что сносят дом. И все соседи просто в шоке от этого. Мы не знали, что будет настолько. Мы думали, что что, но не снос. Долгой рукопли-продаж у нас не готов. Мы узнавали у бригадира этого дома, то, что у менеджеров, у наемных работников, у строителей, у всех узнавали. Нас тоже это волновало. И сказали, что в скором времени документы будут готовы. Просто подождите, что строительные работы пока не закончены. Сейчас все закончим. Все документы сдадим. И все. И выдадут нам документы. А ничего конкретного? Конкретного ничего никто не говорил. Но в этой ситуации новоселов меньше всего интересовали подробности дела. А именно, что компания ТК Билдинг, начав строительно-монтажные работы, не удосужилась уведомить об этом ГАСК, не утвердила проектную документацию, не сделала экспертизу проекта, а также не заключила договоры на технический и авторский надзор. Кроме того, фирма привлекла средства 250 дольщиков, не имея на то никакого разрешения. Чего, кстати, и не отрицает директор Аблайхан Амирбеков. Они в этом отношении правы, да, то, что нет фактических документов. Но я вам еще раз повторюсь, в городе, я, к примеру, по всему Казахстану, есть ЖК, у которых есть все документы, но люди по пять лет ждут, просто каркас стоит, и люди не знают, что делать, а документы все есть. У нас ситуация наоборот, у нас, к сожалению, нет документов, но дом построен. Вместе с руководством города будем решать этот вопрос, ну, в том числе руководство города вчера сказало, что сноса не будет. Поводом для возмущения жильцов стал и тот факт, что экономический суд признал объект самовольной застройкой и постановил снести его за счет собственных средств застройщика. Срок на это 30 дней после вступления решения суда в законную силу. Ведь в полностью достроенном ЖК Альфа-Раби на момент вынесения этого беспрецедентного судебного решения уже жили люди. Многие из них понесли миллионные затраты не только на приобретение квадратных метров, но и на ремонт. Заехали мы сюда в ноябре, ремонт мы начали делать в июне этого года, купили мы в июне также, закончили ремонт в конце октября, все докупили, заехали, потратили все свои деньги, то есть мы до этого продали свой дом, частный дом у нас был, и заложили все сюда деньги, то есть мы купили за наличку полную оплату, мы сюда вложили, ремонт делали сами, заехали сюда, то есть тут уже все было проведено, отопление, вода, канализация, все тут работало. Как мне удалось узнать позже у местных общественников, такие конфликты с дольщиками случаются в Караганде регулярно. Власти вынуждены легализовывать незаконные новостройки, потому как не хотят социальной напряженности, и застройщики этим пользуются. Самовольно начинают строительно-монтажные работы, дают рекламу, собирают с людей миллионы. И это хорошо, если компания построит потом дома качественно, ведь есть и те, кто строит как попало, но проблемы с документами у них решаются без каких-либо проблем. У меня очень, конечно, большой вопрос к ГАСКу. Тоже я могу вам говорить относительно своего жилого комплекса. Наш жилый комплекс, к примеру, был сдан 3 года назад по документам. 3,5 года назад по факту просто были стены, без окон, без дверей, без облицовки, без ничего. Детской площадки, естественно, до сих пор нет. То есть каким образом ГАСК ввел в эксплуатацию данный жилый комплекс, и почему он не может ввести в эксплуатацию тот же самый ЖК Аль-Фараби, учитывая, что там уже подведена и вода, и тепло, как бы, то есть все условия для проживания. И очень добротный дом, я считаю. Шумиха в средствах массовой информации и социальных сетях, поднятая жильцами ЖК Аль-Фараби, вынудила карагандинских чиновников начать объясняться. И вот тут дело приобрело совсем уж интересный оборот. Аким города, мирам кожуха, встретился со счастливыми обладателями квартир, готовящихся под снос. Чиновник практически прямым текстом посоветовал застройщику подавать апелляционную жалобу и приводить в порядок документы. А также пообещал, что Акимат поможет жильцам юридическим сопровождением. Я думаю, что вот это все, что там до этого было, да, и это все уже свершившийся факт. Вот сейчас давайте вот действие. Сегодня было решение суда по иску ГАСКа первой инстанции. То есть на определенный момент, на определенный момент, когда ГАСК подавал в суд, не было вообще никаких документов. То есть даже земля, как я сказал, была предназначена для других целей. На сегодняшний день часть, пусть небольшая, но часть документов разрешительных приведена в соответствие. То есть в ПДП внесено изменение. То есть есть определенные сдвиги. Сейчас решение суда первой инстанции, вы знаете, что оно вступит в силу только через месяц. Ну это по закону, 30 дней. Обычная практика. Ну я говорю уже такие вещи, потому что Акимат останется с вами, да. Поэтому, вот уже Лиза Токенна и Кудайберген Султанович, да, по-моему, вы уже сказали о том, что нужно юридическое сопровождение ваше. То есть ваш, ну, ваш представитель. Мы этого юриста готовы предоставить. Это первое. Второе. Ну нужно сейчас готовить иск на апелляцию. Сейчас Аким будет тоже ночью проводить консультации с прокуратурой области. И в любом случае найдем правовое решение. Аким сказал, будем делать все, чтобы не допустить сноса дома. Как по мне, довольно странное заявление Акима города. Особенно учитывая, что ГАСК – структура Акиматовская. Все это могло бы выглядеть смешно, если бы не было так грустно. Да, складывается такое ощущение, что представители исполнительной власти Караганды и области таким образом дружно расписались в том, что для застройщиков они не авторитет. Как еще можно расценивать тот факт, что никаким требованиям и грозным окрикам органов государственной власти предприниматели не подчиняются? Помнится, в ноябре 2021 года на одном из заседаний городского совета нынешний Аким Карагандинской области Ермаганбет Буликпаев, в то время занимавший должность Акима Караганды, отчитался. Здесь цитата. Сейчас в городе строится 48 объектов, это многоэтажные жилые дома. Когда мы начинали делать ревизию, только 10-15 из них имели разрешительные документы. Мы при поддержке прокуратуры их все проверили, и сейчас уже 35 объектов получили разрешение. По 9 объектам подали в суд за то, что не имеют этих самых разрешений. И у порядка 13 затребовали документы, чтобы они их оформили как положено. Конец цитаты. Другими словами, официальные лица никогда и не скрывали, что жилищное строительство ведется в Караганде в обратном порядке. То есть застройщик сначала покупал, брал в аренду, либо просто захватывал понравившийся кусок земли, огораживал его и начинал стройку. И только потом озадачился процессом ее легализации. А вот как происходила выдача всевозможных разрешений и прохождение экспертиз, остается только догадываться. К слову, практика попустительского отношения уполномоченных органов к жилищному строительству в Караганде не раз приводила, если не к ЧП, то к скандалам и казусам. Чего стоит рухнувший с грохотом на весь Казахстан ЖК Бесаба? Это произошло 6 апреля 2012 года. Тогда без крыши над головой остались жильцы нескольких десятков квартир, а причины обрушения, озвученные государственной комиссией, говорили сами за себя. Здесь цитата. По данным геодезической экспертизы, причинами обрушения стали неправильное определение состояния грунта и некачественное производство строительно-монтажных работ. Конец цитаты. Но уроки Бесабы для чиновников, как и для застройщиков, прошли даром. Как и еще можно объяснить скандал, разразившийся в 2018-2020 годах вокруг строительства 20-этажного ЖК «Комфортный дом на Волочаевской». Высотку застройщик ТО «Евразия Билдинг» начал возводить в 2018 году прямо в водоохранной зоне в русле речки Малая Букпа, не имея на то никаких разрешительных документов и перекрыв доступ к солнцу жителям частного сектора, находящегося аккурат за небоскребом. И хотя ГАСК, прокуратура, суд – все были на стороне жителей частного сектора, ничего поделать с застройщиком они не смогли. Несмотря на многочисленные предписания, штрафы, решение суда о приостановлении и попытке ГАСКа добиться сноса, «Евразия Билдинг» за два года, пока шли суды, умудрилась легализовать постройку, и сегодня комфортный дом на Волочаевской заселен. Само собой, у Акимата сегодня к этой высотке вопросов нет. В том, что ЖК «Альфа-Раби» снесут, судя по комментариям, сомневаются подавляющее большинство карагандинцев. Вынесут ли из этой истории какой-то урок застройщики – тоже большой вопрос. Ведь совсем недавно, а именно летом прошлого года, суд постановил, что компания «Сатэ Люкстрой» должна снести возводимый ею жилой комплекс «Барыз». Тогда департамент полиции возбудил уголовное дело по статье «Самоуправство», поскольку застройщик начал строительство на городской земле. Разумеется, разрешительных документов на строительство на непринадлежащем ему участке никто фирме выдать не мог. На стадии строительства второго этажа нарушителю пришлось демонтировать ЖК. Тогда ГАСК опубликовал список неузаконенных объектов строительства в городе, а также предостерег карагандинцев от покупок жилья в них. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и берегите себя, друзья. До скорого!